а сейчас будет очень интересная тема очень интересная тема дело в том смотрите что что происходит вообще-то современным человеком особенно когда ему так это лет уже за 40 он постоянно сидит на каких-то лекарствах то есть было грубо говоря какое-то там недомогание началось ну человек пошел там больницу особенно лет после 40 ему прописывают какое-то лекарство и при этом говорят о слушай ты его там должен теперь всю жизнь принимать и вот он его принимает понимает как бы сказать вроде как бросил принимать болезнь опять там возобновляется опять он его принимает потом чувствует что-то еще добавляется какая-то грубо говоря болячка он опять идет в врачу и врач уже говорит а вот это надо принимать то то прямо и короче получается следующая картина что в течение своей жизни особенно пожилой человек от разного рода там заболеваний принимает такое количество лекарств которые откладывается в его организме то есть оно подействовало подействовало от давления от сахарного диабета там от головной боли просто от боли от там боли там в суставах там еще что-то ну огромное количество простудом остудо и так далее то есть рекарства подействовало оно распадается на свои состумные части которые должны выводиться и вот смотрите смотрите внимательно вот я принимаю таблеточку на таблеточка то раз пошла в желудочке уже где-то она начинает растворяться и грубо говоря уже в желудочке или в тонком кишечнике она начинается всасываться она всасалась в кровь значит кровью поднесла там ну допустим голова у человека болела голова там у человека перестала болеть давление снизилось сахар упал там еще там что-то еще там что-то ну так далее да то есть вроде как нормально подействовало пока концентрация лекарства значит в крови соответствует ну такому уровню что вот там очаг боли или там еще что-то там она как бы сказать этим корректируется да потом все таки процесс обмена там крови кровь там крутится значит частично там жидкость попадает в межклеточное пространство и в клетки попадает то есть постоянно обмен жидкости естественно с этой жидкостью вот эти все осколки этих лекарств они попадают они рассеиваются скажем так по всему организму какая-то часть в естественно выводится почками а какая-то часть попадает в такие ткани где процесс обмена веществ он выводит минимален там в силу того что это допустим сухожильная ткань это костная ткань это хрящевая ткань и происходит постепенно там накапливание происходит постепенно накапливание а это в свою очередь ненормально для этой ткани в какой-то в какой-то момент она начинает сдавать от этого она начинает сдавать и начинают появляться какие-то боли естественно человек идет и говорит ну знаете как бы сказать закономерно вот смотрите закономерно справляется в чем в том что сначала человек лечится от каких-то болей он простуд ангин и так далее вот он лечится да а потом потом со временем со временем у него появляется вот как раз проблемы с суставами начинается вот эта эпопея с суставами и кстати один из признаков того что ваше голодание идет успешно это расшлаковка соединительной ткани я добился потрясающей гибкости именно за счет того что я голодал и то что было отложено в соединительной ткани и делал эту ткань черствую вышла и ткань стала эластична она легко сжималась разжималась там растягивалась и так далее вот эти позы которые я вам демонстрирую это как раз эффект вот это вот очищение соединительной ткани вот что я хотел вам сказать что большинство из нас идя к врачу значит получает от него как правило советы о том как значит лечиться от ангины с помощью там лекарственных средств далее там от каких-то расстройств допустим если у женщины там расстраиваться значит по-женски что-то там такого у мужчины если там расстраиваться что-то там а вот это вот надо принимать значит давление меняется значит надо согласно их не установкам это уже лекарство на применять всю жизнь и так далее так далее все это ведет к тому что постепенно это накапливается и и начинает уже болеть суставы это так сказать это естественно естественно часть этого процесса так называемого лечения и вот смотрите что еще тут происходит это так одна сторона а другая сторона сейчас очень модно заключается в том что это я довольно таки часто слышу что люди едут в какую-то там клинику за большие деньги и с них берут там в течение нескольких дней там допустим анализы разного рода анализы дабы установить какие-то недомогания повреждения и прочее 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 то есть что там происходит с их ним организмом и знаете вот взять анализы и по ним поставить диагноз это одно да у вас там суставы не гнутся болят да у вас там сердце там слабое да да у вас там проблемы там с легкими там или еще чем с подстательной железой и пятое 10 этому с глазами там это все все поставлен диагноз и дальше дальше значит последуют рекомендации от них это приобрести какие-то лекарства и с помощью этих лекарств делать коррекцию а я уже до этого вам рассказал что означает вот это тот прием лекарств постоянный прием лекарств значит что он ведет к зашлаколки и так как вы образ жизни не меняете у вас то заболевание которое вы пытаетесь ну допустим повышенное давление пытаетесь вы скорректировать и чтоб у вас его там не было как-то регулярно применяете там держите сосуды вот оно у вас также продолжается но плюс еще к этому добавляются осколки от этого лекарства которые допустим могут там вредить почкам вредить там еще чему-то там вредить ну короче накапливается в организме и вызывает иные проблемы и вам сказать теперь еще надо еще поэтому у некоторых там в сумочке или столе наименование от 10 до 20 более находятся они там применяют эти все средства я помню мой очень хороший знакомый у него болит спина у него болит спина и он значит для того чтобы обезболить эту спину он он применял обезболивающее через рот применяет да и нормально хорошо обезболивается вот а какой-то момент только хопа у него открылось кровотечение из желудка то есть вот это лекарство съела защитную оболочку с желудка получилась язва открылось кровотечение хорошо что как-то не такой уж большой и все это вовремя ликвидировали ну с болями в спине он никак другими средствами бороться не борется он перешел на уколы то есть теперь вот не через рот а через значит кров делается укол обезболивание он допустим течение там дня бегает нормально потом ему опять надо там делать этот укол и так далее и все это подготавливает к новому витку болезни поэтому вот эти все обследования конечно не хороши а вот рекомендации которые допустим будут даваться если особенно не будут даваться смысле приема тех или иных лекарств вот постарайтесь все это дело решить с помощью совершенно иных средств из арсенала народной медицины допустим вот там кардиомагнил кардиомагнил я бы мог там посмотреть вот человек выпил да вроде бы кровь там разжижается подзарядилась и так далее а вы спросите а куда потом вот эти все осколки этого кардиомагнила деваются иногда человек знаете поправляется не от того что вот он много есть он поправляется из-за того что организм вынужден расталкивать вот эти все лекарственные и прочие вещества которые ненормальные для работы организма в жировую ткань то есть как бы искусственно жиреет и туда от откладывают вот эти все эти шлаки чтобы хоть найти хоть в тело было более-менее чисто а тут в жирок да и хрен с этим жирком пусть там он это самое заполнены вот вот это вот вы должны понимать и вот это я вам хотел сказать есть особый день в году наступает темноту новым годом он зовется и всех людей дается шелестят конфет отвертки там мандарин стоит и наряженная елка огоньками нас манит с Веселись, веселись, веселись народ, наступает, наступает Новый Новый Год. Он врачу нам несет, он в подарки раздает, радостью любого ждет, это Новый Новый Год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом ходит счастье в каждый дом. Веселись, веселись, веселись народ, наступает, наступает Новый Новый Год. Он врачу нам несет, он в подарки раздает, радостью любого ждет, это Новый Новый Год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бакал с карди, загадай свое желание и под звонку ром-попей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Он врачу нам несет, он в подарки раздает, радостью любого ждет, это Новый Новый Год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова